Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Бизнес-среда». Коротко о главном. Экономический форум и межрегиональная выставка. Гости и участники – российские и зарубежные эксперты. Актуальное интервью – продолжение разговора о перспективах развития малого и среднего бизнеса в республике с министром. В июне столица Чувашии традиционно становится деловой столицей Поволжья и России. Для представителей бизнеса, несомненно, интерес представляет 6-й Чуваксарский экономический форум. На его площадках соберутся представители власти и бизнеса, зарубежные и российские эксперты. С 18 по 21 июня в столице Чувашии состоится 6-й Чебаксарский экономический форум регионы России от стабилизации к развитию. Наибольший интерес представляют тематические круглые столы, конференции и саммиты по актуальным темам современной экономики. В этом году это 18 площадок по всему городу, это 13 мест проведения форума, 18 круглых столов, конференции, бизнес-саммитов. Плюс планируется подписание ряда соглашений. Это из Института поддержки деловой России, это у нас объединяется по визитам губернатора Тульской области, это подписание соглашения о сотрудничестве. А также мы являемся участниками технологических платформ, ряд технологических платформ, которые в том числе будут проходить у нас здесь. Ну и подписание соглашения о взаимодействии с одной из технологических платформ. Подробнее о мероприятиях форума. Выставка достижений, передовые технологии, успешный опыт и инновации. Все это на 20-й межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ». С 20 по 23 июня на площадях торгово-выставочного комплекса «Экспо-контур» развернется традиционная, а в этом году юбилейная 20-я межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ». Компании самых различных отраслей экономики из регионов России и стран зарубежья продемонстрируют свой передовой опыт и инновационные технологии в столице Чувашии. На сегодня участие в выставке подтвердили предприятия из 11 регионов России и двух стран зарубежья. В этом году у нас уже зарегистрировалось порядка 195 компаний на выставку. Второй этаж выставки у нас занят полностью. Сейчас идет размещение организаций на первом этаже. Из 195 компаний более 25 организаций из других регионов и две компании у нас в этом году из Италии. Также ведутся переговоры об участии японских компаний на нашей выставке. Ежегодно тематика выставки меняется. Выставка 2013 года посвящена Году охраны окружающей среды, экология и экологические технологии, современные решения в сфере обеспечения экологической безопасности и передовые разработки. Участники выставки поделятся перспективным опытом в этой актуальной теме. Для представителей малого бизнеса на межрегиональной выставке развернется мобильный офис с участием всех организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса, где будет вестись консультирование предпринимателей. Кстати, немало приятных и неожиданных сюрпризов ожидает и гостей выставки. Выступление популярного певца, конкурс красоты, сладкие подарки и экстремальные впечатления. В этом году у нас тоже одна из компаний будет выставлять на выставке вертолет. И в качестве приза для посетителей выставки и участников будут разыгрываться бесплатные полеты на вертолете прямо с выставочного комплекса. Одна из компаний в области пищевой промышленности в этом году планирует привезти на выставку тонну мороженого, которую будет раздавать детям и посетителям выставки бесплатно. Далее актуальное интервью. Продолжение беседы о малом бизнесе с министром экономического развития, промышленности и торговли Чуваши Алексеем Табаковым. Алексей Петрович, планируется ли в перспективе появление каких-то новых форм господдержки? Мы хотим поддержать тех, кто будет создавать, можно сказать, частные детские сады. На эти цели выделяются средства в форме грантов и максимальная сумма поддержки будет составлять до 600 тысяч рублей. Это первое направление, которое является, наверное, новым на сегодняшний день. Кроме этого, мы планируем поддержать и подаем заявку на участие в конкурсе Минэкономразвития Российской Федерации по трем новым для нас направлениям. Первое направление – это создание и поддержка центров инжиниринга. То есть это те центры, которые будут помогать и сами осуществлять координацию деятельности молодых предпринимателей, чья деятельность связана с новыми разработками и с новыми так называемыми неокровскими работами. Второе направление, оно, наверное, как-то плавно связано с этим. А именно мы планируем поучаствовать в конкурсе для поддержки предпринимателей, которые будут создавать кружки детского технического творчества и заниматься с молодыми людьми, со школьниками, со студентами техническим творчеством. И здесь государственная поддержка будет осуществляться в форме предоставления оборудования, современного технологического оборудования для оснащения этих кружков. То есть это своеобразное стимулирование изобретательства? Да, да, да. Именно. Инновации, инновации, еще раз инновации. То, что требуется на сегодняшний день везде и в целом по экономике. И это оборудование, оно будет, ну, можно сказать, цифровым. То есть здесь максимально будет использоваться потенциал уже тех школьников, которые на сегодняшний день с компьютером на «ты» и многие свои разработки выполняют, используя современные программы для 3D-моделирования. То есть именно им легче всего будет осваивать эти станки, это новое оборудование, и создавать новые современные прототипы своих изделий, которые они задумывали у себя в виде чертежей. Третье направление, оно связано, опять-таки, с поддержкой уже более, назовем их так, крупных предприятий, тех, кто встал на ноги, тех, кто планирует расширять свою деятельность. И это направление связано с созданием индустриального парка, о котором мы уже, наверное, много рассказываем. На сегодняшний день мы подаем заявку и надеемся, что федеральное правительство поддержит нас в этом направлении, и индустриальный парк будет строиться с участием федерального правительства. Понятно, что государственная поддержка не может быть оказана всем и каждому. Кому отдаётся приоритет при оказании государственной поддержки? При оказании государственной поддержки, безусловно, отдаётся приоритет, прежде всего, бизнес-плану, я бы сказал. Но хотелось бы, наверное, и выделить те направления, в которых этот бизнес-план будет реализовываться. Первое направление связано с инновациями. То есть надо создавать новый продукт. Надо создавать продукт, которого нет еще ни у кого. Второе направление связано с поддержкой тех, кто ориентируется на экспорт своей продукции. Поскольку рынок Чувашии все-таки ограничен. И даже рынок ПФО он ограничен. И даже рынок России он ограничен. Безграничным является на сегодняшний день глобальная экономика. И поэтому своих покупателей и партнеров надо искать везде. Не только в России, но и во всем мире. И поэтому тех, кто собирается производить товар, ориентированный на экспорт, это также в приоритетах государственной поддержки. Ну и в заключение, наверное, скажу, что, безусловно, по возрастному принципу мы также будем поддерживать прежде всего тех молодых до 30 лет предпринимателей, которые создают свой бизнес. Потому что это будущее, это те, кто способен и обладает энергией для дальнейшего развития. А теперь наша традиционная рубрика «История успеха». В 2008 году выпускники одного из технических факультетов Чувашского государственного университета решили применить полученные за годы обучения знания на практике и организовать свой бизнес. Основали малое предприятие по производству учебных стендов, по изучению микропроцессорной техники для студентов высших и средних учебных заведений. Даже кризисный 2008 год не испугал инициативных и смелых ребят. Как и все начинающие предприниматели, они столкнулись с рядом трудностей. Преодолеть их помогла государственная поддержка. Хорошую поддержку нам оказало Министерство экономического развития Чувашской республики. Мы выиграли в 2011 году грант. На эти средства приобрели оборудование для ручного монтажа, которое, конечно, в конечном итоге значительно простило производство и ускорило сроки производства нашего оборудования для того, чтобы купить необходимые сырье и материалы. Мы взяли займы в организации по поддержке малого и среднего бизнеса. Сейчас ООО «НПП Техноинжиниринг» – это динамично развивающееся молодое предприятие, не имеющее конкурентов Чуваши и соперничающее с крупными предприятиями Москвы и Челябинска. Идея создания такого предприятия зародилась тогда, когда мы поняли, что учебным заведениям явно не хватает качественного оборудования для лабораторных работ, для проведения лабораторных учебных работ и практических. Поэтому мы решили создать, разработать серию оборудования. То есть начали с первого. Первый стенд был по цифровой электронике, потом появился по микропроцессорной технике, по электронике по аналоговой. И вот мы потихоньку разрабатывали оборудование, запускали в серию это оборудование. В этом году мы подготовили, спланировали свой производственный участок. Сейчас мы можем в достаточном количестве произвести, и теперь мы хотим более сильно участвовать на рынке учебного оборудования. Сегодня основные заказчики предприятия – это учебные заведения регионов Российской Федерации. Компания уже известная на рынке СНГ. Продукция техноинжиниринг экспортируется в Казахстан. В Чувашии наглядные пособия пока используют только в Чебоксарском электромеханическом колледже. Но планы у предприятия большие. Как по наращиванию производства, так и по созданию дополнительных рабочих мест. Увеличение уровня заработной платы. Государственная поддержка помогает воплотить планы молодого предприятия в жизни. Сейчас у нас есть планы в следующем году модернизировать, уже приобретать оборудование автоматизированное. То есть вот этот год хотим поработать. У нас уже налажено производство. Мы можем достаточное количество производить в месяц. Если производственный план возрастет, то в принципе есть возможность работать в две смены, даже в данном помещении. То есть к концу года планируем на производство нанять порядка 14 человек. И в завершение традиционно полезная информация для предпринимателей. А мы приглашаем вас на шестой Чебоксарский экономический форум «Регионы России. От стабилизации к развитию» и 20-ю межрегиональную выставку «Регионы. Сотрудничество без границ». До скорой встречи. 18-21 июня 2013 года. Чебоксары. Шестой Чебоксарский экономический форум. Регионы России. От стабилизации к развитию. 20-я межрегиональная выставка «Регионы. Сотрудничество без границ». Технологические платформы. Экспорт. Внешнеэкономическая деятельность. ВТО. Технологическое предпринимательство. Инновационный бизнес. Образование и здравоохранение. Вопросы АПК. Российские и зарубежные эксперты. Мнение, дискуссии, опыт и обсуждение. Шестой Чебоксарский экономический форум «Регионы России. От стабилизации к развитию». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова